Всем привет! На этом уроке мы поговорим про лимиты на отправку запросов в капе ВКонтакте. Узнаем, как можно сократить количество вызовов и как создать и использовать хранимые процедуры. ВКонтакте ограничивает частоту обращения к своим серверам. Если ваше приложение отправляет запросы слишком часто, то вы, скорее всего, сталкивались с ошибкой too many requests per seconds. Эта ошибка возникает при превышении лимитов. Ежедневно наши серверы принимают и обрабатывают более 90 миллиардов запросов, и это число растет. Для стабильной работы всех сервисов введены лимиты на количество запросов. Для выполнения запросов может потребоваться один из ключей доступа, ключ доступа пользователя, ключ доступа сообщества и сервисный ключ доступа приложения. Для каждого из них существуют свои ограничения. При превышении лимитов мы получим ошибку, а лимиты превысить достаточно просто, ведь с вашим мини-приложением одновременно могут работать десятки пользователей, и чтобы выполнять все их запросы, мини-приложение может вызывать API ВКонтакте достаточно часто. Я хочу поделиться с вами несколькими способами, которые позволят избежать ошибки. Первый и самый простой способ – лучше познакомиться с запросами и их параметрами, и вместо нескольких запросов выполнять один. Многие API-методы ВКонтакте позволяют за один запрос сделать несколько однотипных операций. Например, если вам нужно увеличить счетчик уведомления, вы можете вызвать запрос не для каждого пользователя, а указать в одном запросе группу значений для нескольких пользователей. Подобная практика применяется и в других случаях, когда, например, вам надо получить информацию о нескольких пользователях или приложениях. Вторая оптимизация заключается в отправке части запросов через VK-бридж с пользовательским токеном вместо сервисного ключа доступа мини-приложения. Мы экономим запросы с сервисным токеном к API ВКонтакте, но при этом нам нужно кэшировать на бэкэнде данные из бриджа и правильно оперировать ими при работе. Еще один способ экономить количество API-вызовов – это использовать хранимые процедуры. Это специальные функции, которые выполняются на стороне серверов ВКонтакте. Хранимая процедура может выполнять несколько API-запросов. Так как процедура работает на стороне серверов ВКонтакте, то результаты запросов не передаются по сети, что экономит трафик и делает выполнение быстрее. Вы можете создавать и отлаживать хранимые процедуры в панели управления вашим мини-приложением. Одна хранимая процедура может выполнять до 25 API-запросов. Причем она может выполнять запросы, которые используют разные ключи доступа. Для создания процедур используется язык VK-скрипт, который очень похож на JavaScript. Вы можете найти его описание в документации на портале разработчиков. Интересной особенностью является возможность параллельного выполнения запросов в рамках одной процедуры. Мы об этом расскажем чуть позже. Можно создавать разные версии одной и той же процедуры. Версии позволяют сохранить работоспособность приложения при изменении кода процедур или API ВКонтакте. Если вернуться к схеме работы мини-приложения, то запустить процедуру можно двумя способами. vk-webup-call-api-method с пользователем ключом доступа, либо пост-запрос api-vk-method execute имя процедуры с сервисным ключом доступа. Этот слайд иллюстрирует схему вызова хранимой процедуры с помощью API-вызова с сервера мини-приложения. При таком вызове надо использовать пост-запрос. В URL необходимо указывать имя вызываемой процедуры, а также параметры. Если же для вызова использовать vk-bridge, то сначала клиентская часть мини-приложения отправляет команду bridge, а он, в свою очередь, перенаправляет ее к API ВКонтакте. В данном случае используется пользовательский ключ доступа. В этом слайде представлен пример вызова хранимой процедуры через vk-bridge. В рамках одной хранимой процедуры API-запросы могут выполняться параллельно. Для этого используют специальные функции fork и wait. На первом примере слайда вы видите последовательное выполнение запросов. Второй пример иллюстрирует параллельное выполнение запросов и использование этих функций. Давайте подведем итоги. Мы узнали причину возникновения ошибки to many requests и изучили несколько способов борьбы с ней. Познакомились с хранимыми процедурами, научились их выполнять, а также познакомились с параллельным выполнением запросов в рамках одной процедуры. Я надеюсь, что эта информация поможет вам наладить эффективную работу с API ВКонтакте в вашем мини-приложении.